Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вами, с тем, что вы написали. Я люблю музыку иностранные языки больше всего, плюс у меня к этому очень хорошие способности. Я занимаюсь академическим вокалом и знаю три языка. Здесь я могу только прокомментировать то, что вы знаете, что у вас получается лучше всего, вы знаете, что вы любите, вы знаете, что музыка – это ваша, и если вы чувствуете призвание, то, я полагаю, действовать нужно именно в этом направлении. В этом году я окончил университет по специальности технологии машиностроения. Ну, значит, изначально я хотел обойти на Ильяс, до того на программиста, еще до того на актрису. Вот, понимаете, здесь, конечно, желательно бы отследить все вот эти вот переходы у вас. То есть, отследить желательно, вы о чем думали, вы чего хотели, когда желали пойти на актрису? Что помешало, что помешало этому? Почему вы передумали и решили пойти на программиста, а потом на Ильяс? Мне было интересно все, и я пошла, куда глаза глядят, хотя склад у меня ума не особо технический. Если вы это знаете, то я полагаю, что будет довольно справедливо, если вы будете заниматься тем, к чему у вас лежит склад ума. То есть, какой склад ума, так какой и одна медиятельность. В принципе, я достаточно сообразительный и учился хорошо, мне нравилось, но на третьем курсе мне начало все это дико раздражаться. А из-за чего? Я стал понимать, что я гуманитарий, хотя я все годы занимался репетиторством с детьми по математике. Нет, ну, а с какими детьми вы занимались репетиторством, то стоит, если младшие дети, да, там, младшие классники, это совсем не то же самое. Что математика более, ну, высокого уровня, я полагаю. Вот. Преподаватели закатывали глаза, слушанные ответы, говорили, что я ничего не понимаю, не умею вообще, что я делаю в этом выпуске. Так продолжалось два года. Нет, ну, преподаватели, они, конечно, в любом случае не правы. Да, здесь явно какая-то идет проекция на вас. То есть я, конечно, не знаю, как принято в вашем вузе было. Ну, думается мне, что вполне логично было бы за такие слова, да, за такое отношение преподавателей, ну, как бы привлечь к определенному роду ответственности, потому что это никакие ворота. не лезет, сколько они вам отношились. Да, смотрите, важно здесь понять, что вы в этом, в том, что произошло, да, восприняли на свой счет. То есть, грубо говоря, вы правда, допустим, считаете, что вы ничего не знаете, ничего не умеете, ничего не можете и так далее. Вы правда считаете, что вы, ну, как бы, не способны в этом? Почему, например, если преподаватели говорили вам это, то вы, ну, вас это задело? Вот, на мой взгляд, то, о чем нужно в первую очередь вам подумать и то, с чем в первую очередь нужно разобраться. Вот. Потому что вас что-то заставило принять это на свой счет. Понимаете? Вот. То есть преподаватели, они как бы могут то, что угодно, на самом деле, говорить. Вот. Это их право, это их право, это их выбор, это их позиция. Вот. Вот. Но принимать на свой счет, то, что они говорят, да, принимать на свой счет, вам как раз таки не нужно. Если это происходит, то есть если вы принимаете на свой счет, то здесь, я боюсь, имеет место быть неуверенность в себе определенную. Вот. И если неуверенность в себе у вас есть или какие-то сложности с принятием себя имеют место быть, то я полагаю, что это повод для того, чтобы уже разобраться именно с вами. Вот. То есть как бы преподаватели, ну, говорят и говорят. Как бы, говорят, ну и что? Вот. Как вас это заделать? Как вы это воспринимаете? В этом году я решила поступить в Питерское музучилище. Готовилась, изучала теорию музыки. Но сказали там, что я не подхожу им. А почему? Почему не подходит? Сказали вам? То есть что значит не подходит? Вы могли не пройти как бы, ну, к ним просто вот по ряду причин, да? То есть вы могли не пройти к ним, ну, не пройти им, точнее просто по какой-то причине. Но дело не в вас. То есть если вам нужно именно образование музыкальное, то что мешает, ну, в другое училище поступить? Вот. Я расстроилась. Я хорошо пою классику и русские романы. Арии из опер и оперет. Ну, опять же, здесь у вас как-то такая, знаете, немного девская, что ли, обида имеет место быть, на мой взгляд. Потому что, ну, как бы, вы же не думаете, что преподаватели вот волнуют то, что вы умеете. Но если преподаватели вас не приняли, значит, у них, вероятно, были какие-то основания на этот счет. Другое дело, насколько это все связано именно с вами, это вот уже, на мой взгляд, такой куда более серьезный вопрос. То есть вы, вы-то сами почему расстроились? Вы-то сами из-за чего расстроились? Понимаете? Вот. Вот это вот является, на мой взгляд, важным, важным моментом. Вот. Если говорить именно об этой ситуации. Дальше, смотрите, вы говорите, что вы расстроились. Опять же, почему? У вас были какие-то ожидания. То есть вы ожидали, что у вас, что вас примут. Но почему? Ведь могут и не принять. А скоро тогда вы как будто знаете, ну, как будто считаете, что вас не оценили. Это было заметно и с преподавателями в техническом вузе. Это было заметно и, в общем-то, вот сейчас. То есть вы, как будто вы требуете к себе, ну, может быть, признание вы требуете к себе. Вот. Только вы поймите. Старайтесь понять, что признание, оно далеко не всегда зависит от того, что делает человек. Это не всегда зависит от вас. Если вам нравится заниматься музыкой, то занимайтесь ей, учитесь, практикуйте, продолжайте делать то, что делаете. И рано или поздно вас оценят и заметят, если вы будете делать то, что вам нравится. Если вы хотите именно учиться, получать образование, то в тот момент это другой. Для чего? Как вы будете это использовать? Что вы хотите сделать. Понимаете? Потому что петь можно и в качестве хобби. Обязательно этому учиться. Далее. Сейчас я живу в Германии. По молодёжной программе. Мой молодой человек учится в Вене, куда я и хочу на следующий год поступить в университет. Но проблема, как он сказал, о переводчиков, да и просто людей, знающих минимум два языка, там просто крути. А я очень люблю лингвистику как науку. Не только изучение языков, но и их историю происхождения. Но мне не понравилось то, что на курсах немецкого в школе, куда я сейчас хожу, там же группа знает минимум два языка. А почему не понравилось то? И в чём проблема, как бы я не очень понимаю, в чём проблема, для чего вы ходите в школу и почему вам не понравилось то, что там, значит, вся группа знает минимум два языка. Какая разница? Вам. Это естественно, вообще, мне кажется, логично, что люди знают нескольких языков. Вопрос в том, почему вы это негативно восприняли. Далее, если вы хотите поступить в университет в Вене, то что для этого нужно? Для чего вы хотите поступить в университет в Вене? У меня есть самый выгодный вариант – поступить российский диплом и поступить на магистратуру. Инженеры сильно востребованы, но я уже ненавижу эту специальность, не хочу взрывать землю свои способности к музыке и языкам, которые у меня несоизмеримо больше, чем к технике. Ну, во-первых, почему вы ненавидите эту специальность? Во-вторых, вам никто не решает поступить на инженера, на магистратуру. Выучиться и потом заниматься музыкой или в процессе заниматься музыкой в каждом ходе. Я полагаю, что исходить не из приоритетов. Вы, если хотите быть молодому человеку поближе и для этого хотите поступить в университет, то это одно. Если вы хотите просто заниматься тем, чем нравится, и вы можете себя обеспечить, у вас нет проблем с деньгами и так далее, это другое. Приоритеты, они лежат, как правило, не в той плоскости, которые находятся в обмочной направлении векторов развития ваших. Также, я уже сказал, по-моему, что нужно определить причину ненавистских специальностей. То есть, она вам может не нравится, вы можете считать, что у вас есть способности к музыке и языкам, и их больше, это ваше право. Но ненавидеть-то чего? И потом, откуда такая уверенность? В способности обычно определяется результат. Я, конечно, вас не слышал и думаю, что мне это не нужно, но, как я уже сказал, то, что вас не приняли в Академию вокала, ну, это я так, для простоты говорю. И то, почему вас не приняли в Академию вокала, крайне непонятно. То есть, вы сказали, что просто не подходите, но не подходите по какой причине? Если вы им просто не подходите под их какие-то требования, это одно. Но, если вы не подходите, потому что вы недостаточно хорошо поете, например, это другое. Тогда непонятно, почему вы не доверяете профессиональным комиссиям, например. Комиссия, не надо, я там проверял. Но, тут тоже непонятно. Отходуется ощущение, что вы уже все решили. Просто от нас требуется какого-то подтверждения своего решения. Если так, то вы обратились немножко не по адресу, потому что, ну, как бы психологи не подтверждают решение. Психологи, наоборот, скрывают проблемы и стараются решить именно эти проблемы. А уже потом, уже потом, вы сами выберете, что вам важно. Поэтому, ни о каком зарывании способностей речь быть не может. Вы можете учиться на магистратуре, на инженера, вы можете работать и параллельно с этим заниматься вокалами. Если вы хотите стопроцентно быть молодым человеком, если, допустим, вам нужны деньги. Если вам молодым человеком быть, ну, как бы так, не очень нужно, и если, например, вам не нужны деньги, то занимайтесь вокалом. Сколько я знаю, обучение вокалу это довольно, ну, дорогостоящее обучение. Так, дальше, значит, ну, вот тут вы пишите, в технике я больше теоретик, вот с математикой и компьютером я более-менее дружу. Опять же, можете поступить на что-то компьютерное тогда, если вам, опять же, нужно поступить в университет на что-то, что вам более-менее приятно, да, но если нет, то можете поступить в Вене на вокал. Я не знаю, то ли пойти туда, где мне нравится, но большим труду получить рабочую визу или не получить, то ли, либо сперпеть, получить степень магистра и легко утроиться на работу. Ну, понимаете как, терпеть, терпеть стоит на самом деле только в одном единственном случае, это когда вы знаете, что только цель, и когда вы знаете, что вот то, например, в чем вы себя чувствуете, ограничиваете, да, то, например, чего вы себе запрещаете, то, что вы недополучаете сейчас, вам потом обязательно воздастся. То есть, ну, например, вы это делаете все ради молодого человека, который вас любит, да, и которым вы, например, хотите быть вместе. Или вы это делаете, там, потому что нужно зарабатывать, да, то есть такая вот история. И скажу честно, скажу честно, что решать этот вопрос нужно вам в любом случае. То есть, я уже говорил, исходить нужно именно из приоритетов. Вот, какой приоритет у вас, вот, на это и нужно обращать внимание. В первую очередь, это, в принципе, и является самым главным, понимаете? Но мы же ваши приоритеты не знаем, поэтому рекомендовать здесь было бы неправильно. Например, один человек скажет вам, терпи, да, то есть терпи и, как бы, ну, получишь то, что хочешь. Терпи и, соответственно, добьешься того, что нужно. Но вы же понимаете, а вдруг то, что вы терпите, это вообще вам, ну, абсолютно не на пользу, а во вред. Только. Если терпеть, хорошо, терпеть, ладно. Ради чего терпеть? То есть, если терпеть, да, то ради чего-то. Вы знаете, ради чего вы будете терпеть? Если не знаете, то терпеть не стоит, поверьте мне. Нет. Но если вы знаете, ради чего вы будете терпеть, то тогда можно терпеть все, что угодно. проблем с этим никаких не будет. Вот. Вопрос в том, чего вы хотите. Сами. Вы. Для себя. Я эмоциональный человек, и мне кажется, что выбрав инженера, я просто загублю свою жизнь и свои таланты. Нет. Ну, это явно у вас какой-то вот страх имеется, да, перед тем, что вы можете загубить. Вы ничего не загубите, если будете этим заниматься. То есть, если страх только этого, то он не обозначенный. И опять же, ну, тут важно понять. Ну, хорошо, вот, предположим, вы действительно загубили свои таланты и так далее. Ну, если вы счастливы, если вы с молодым человеком, если вы занимаетесь тем, что вам интересно и работаете, а это не всегда совпадающие, как бы, виды деятельности. Разве это имеет смысл? Разве это имеет значение? Или за этим стоит что-то еще? Желание кому-то что-то доказать, например. Понимаете? И... На мой взгляд, это важно, чтобы вы постарались понять эти моменты. Еще труднее, значит, понять, на самом ли деле я ненавижу инженерию или технику, или мне это вбили в голову преподаватели, которые смотрели на меня, как на дуру, которым я все передал. Ну, я полагаю, что здесь только анализ, потому что, смотрите, значит, преподаватели, они смотрели на вас, как на дуру, потому что... По их мнению, вы не должны были учиться в этом направлении, вы не должны были учиться в этом направлении. Ну, хорошо. Это их мнение, и, как бы, они, в общем-то, вправе считать так, как они считают. Да? Да? То есть, мы не будем их как-то вот осуждать. Вопрос в другом. Если вы чувствовали себя униженной, или оскорбленной, или вы ожидали чего-то другого, то это, грубо говоря, ваша потребность. Ну, например, например, признанность. И тогда, по большому счету, не имеет значения, на кого вы учитесь, что вы делаете, чем вы занимаетесь и так далее. Не имеет никакого практического смысла это. Почему? Потому что вам нужно одобрение тогда, если вот вас, ну, задевают то, что говорят преподаватели. То есть, ну, здесь вы, вероятно, может быть, вы не уверены в себе. Может быть, есть еще какие-то вещи, там, страх, что вас не оценят и так далее, и так далее. То есть, вариантов может быть, ну, довольно много. Поэтому ненависть к предмету – это уже свидетельство того, что он, предмет, лишил вас чего-то важного, чего-то нужного именно для вас. То есть, вы сами через этот предмет лишились чего-то нужного вам. И на мой взгляд, на мой взгляд, нужно определить чего и откуда вообще появилась такая, может быть, зависимость, может быть, причинно-следственная связь. Почему она объективно стала возможной вообще для вас и для того, что вы делаете. Да? Вот. То есть, на эту тему нужно подумать, подумать. Вот. Еще уточню. Ститут в Германии мне довелось побывать на одном заводе на экскурсии. Я сказал, что у меня русское инженерное образование и, честное слово, на меня так посмотрели и позвали работать. Но только визы у меня не рабочие. В общем, у меня есть один год, чтобы все решить и не колебаться. Я сегодня хочу одно, а завтра другое. Надеюсь, вы мне поможете. А тут надо понять, а почему вы сегодня хотите одно, а завтра хотите другое? С чем связана такая непостоянность? Может быть, ваши такие вот эмоциональные качели, они имеют под собой более глубокие корни? Вот. То есть, у вас могут быть какие-то еще мотивы, которые, например, стимулируют вас к тому, чтобы делать то, что вы делаете. Но, естественно, пока увидеть это вам с возможности не представляется. Но я полагаю, что если у вас сегодня одно, завтра другое, это, безусловно, повод для того, чтобы поработать, пообщаться, разобраться с тем, чего вы все-таки хотите для себя. И что же вам все-таки нужно. Вот. Слушайте, очевидно, на мой взгляд, очевидно, то, что вас что-то сбивает. Вот. Что-то вас сбивает, причем сбивает довольно-таки, ну, постоянно. Вот. Как это видится мне, по крайней мере. Вот. Вот. Ну и последнее. 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 Вы будете всегда колебаться. Это то, что вам следует понять. Всегда будут колебания, всегда будут сомнения, всегда будут страхи, что что-то не получится, что что-то не выйдет, что какие-то вещи не реализуются и так далее. Страхи будут всегда. Это нормально. Просто нужно вам понять, что человек не может осознать всего в момент выбора. Он может только видеть наиболее лучшие для себя варианты и стараться его выбрать. Чтобы выбрать наиболее лучший вариант, нужно увидеть ваши приоритеты. То есть именно приоритеты важны. Понимаете? То есть важно не столько сам выбор, не столько сам выбор важен, сколько важны именно приоритеты ваши. Вот именно приоритеты важны. Понимаете? То есть что для вас более значимое, что для вас более ценно, что для вас более важно. Вот. Может быть для вас важна, например, какая-нибудь там карьера. Для вас важно признание. Вот. Или для вас важно заниматься любимым делом. Важно. Или для вас важно быть, например, молодым человеком. Со своим. Да? Что тоже, в общем-то, является приоритетом. Ну, то есть одним из приоритетов. Скажем так. Вот. И все это действительно имеет смысл. Все это действительно имеет значение. Вот. Вот. Поэтому тут только так. Приоритеты сперва. Определитесь с приоритетами. Написайте. Определитесь с приоритетами. Вот. Вот. Потом нужно постараться понять, что, значит, означает для вас, что означает для вас. Вот. То, что вы восприняли негативно слова преподавателей. И, грубо говоря, почему. Вот. Это точно такой очень важный момент. Именно вот. Для вас. И дальше, в принципе, я полагаю, что проблема выбора стоять не будет. Может быть, за этим кроется какая-то глубинная проблема в виде неуверенности в себе и вот чего-то такого. Но это нужно выяснять. То есть, как об этом говорить, это беспочвенно пока что. Вот. Тогда я вижу, что вы просто хотите, чтобы у вас получилось все сразу. Вот. Так, к сожалению, не бывает, чтобы получилось все и сразу. Такое, к сожалению, невозможно. И всегда приходится даже всем дожертвовать. И чтобы выбирать, да, адекватно выбирать. Чтобы выбор именно был адекватным. На мой взгляд, нужны именно приоритеты. Это вот, на мой взгляд, то, что прямо необходимо. Вот. А так у вас есть способности, так у вас есть все необходимые ресурсы, у вас получится. Вот. Просто, видимо, родители, видимо, они вас поддерживали, но, может быть, давали слишком много свободы. И вот то, что они давали вам слишком много свободы, сейчас сказывает на вас. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Такой небольшой ликбез по коучу получился. Вот. Я бы рекомендовал вам несколько консультаций. Вот. Просто в целях определиться, что для вас важно. в процессе беседы. Вот. И там уже вы сами для себя увидите возможный вариант. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду я по ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.